И всем привет! Меня зовут Никита и сегодня мы с вами сплетем из резиночек по вашим запросам вот такую вот большую черепашку. Мы с вами плели мини черепашку Луми Гуруми, но вы просили меня сплести большую и поэтому сегодня мы сплетем вот такую вот интересную, замечательную черепашку. Но перед тем как мы начнем, давайте перейдем к нашей новой рубрике. Передай себе привет! Передаю привет Снежане Арт, передаю также привет Марии Александровне, также передаю привет Галине Алмаз, также передаю привет Карине Лошаковой. Всем большой привет! Спасибо большое, что вы меня смотрите, но если вы хотите, чтобы именно я передала тебе привет, то оставляйте свои заявки в комментариях. Для создания такой черепашки нам понадобится 76 резиночек для туловища черепашки, вот этой вот части, также 49 резиночек для панциря. В этот раз я буду использовать три цвета, фиолетовый, голубой и синий. Я их буду чередовать между собой. Также нам с вами понадобятся глазки, я использую бусинки и также если вы используете бусинки, нам с вами понадобится проволока. Если у вас нет бусинок, то я вам покажу, как сделать глазки из резиночек. Также нам понадобится наполнитель, я использую синтепон, а также крючок и клипса. И если вы делаете кольцо луми-гуруми на мини-луми, то тогда нам с вами понадобится также мини-лум. Итак, переходим к плетению. Раскладываем схему из шести резиночек плюс одной резинки для кольца. И давайте приступим к плетению. Начинаем мы плести с панциря и сейчас будем делать кольцо луми-гуруми. Я его делаю на мини-луми и буду вам показывать, как делать на самом мини-луми. Также если у вас нет, то вы можете делать на крючке. И если вы начинающий и не знаете, как делать кольцо луми-гуруми, то лучше посмотрите мои обучающие видео. Ссылочки я оставлю в описании, как я подробно показываю, как делать такое кольцо. Итак, берем первую резиночку и накручиваем ее на столбик фингер-лума в три оборота. Первый, второй и третий оборотик. Теперь заводим крючок под эти три оборотика. Берем первую резинку из кучки. Проводим ее через эти три оборота. Второй конец накидываем на крючок. И крайнюю левую резинку проводим через крайнюю правую. И теперь вот так вот захватим эту петельку и передвинем вправо. Теперь снова сюда заводим крючок. Берем уже вторую резиночку. Проводим ее только через синие вот эти три оборотика. Второй конец накидываем на крючок. И делаем петельку, проведя левую резинку через две правую. Отодвигаем вправо. Сюда же заводим крючок. Берем третью резинку, проводим. Второй конец накидываем на крючок. И крайнюю левую резинку проводим через две правые. Заводим снова сюда крючок. Берем четвертую резинку, проводим ее, второй конец накидываем на крючок. И делаем петельку. Вот эти две резиночки, они у нас пока что лишние, пока они нам не пригодятся Снимаем кольцо с мини-лунчика И давайте посчитаем петельки Первая у нас на крючке, вот эта вот резиночка, это считается как петелька Теперь идем по полосочкам, по вот этим звеньям Вторая петелька, вот это звено Дальше третья за ней идет и четвертая И это то, что нам и нужно Одеваем клипсу и плетем второй ряд Во втором ряду раскладываем схему из восьми резиночек И приступаем к плетению Посмотрим на нашу заготовочку Найдем первую петельку Вот у нас есть такая галочка Из этой галочки есть такое звено, две полосочки Сюда мы вводим крючок И сюда мы будем сейчас проплетать две резиночки То есть прибавление Берем резиночку первую Проплетаем ее, проводим через Вот эту петлю, второй конец накидываем на крючок И левую резинку проводим через две правые Плетем дальше Мы сплели одну резиночку в эту петлю Теперь в эту же петельку заводим крючок И проплетаем вторую резиночку Теперь под следующую петлю заводим крючок Вот она И сюда мы также вплетаем две резинки Вплетаем первую резиночку И в эту же петлю заводим крючок И вплетаем вторую резинку Теперь в следующую петлю заводим крючок Вот эти две полосочки следующие И сюда также вплетаем две резинки Первую И сюда же заводим крючок И вплетаем вторую резиночку То есть делаем прибавление И теперь заводим крючок в ту петельку Где у нас уже висит клипс Это у нас последняя петелька И сюда мы также пропитаем две резинки Первую И вторую Все, снимаем клипсу И перевешиваем ее На резинку, которая на крючке В следующем ряду Будем плести по схеме Одна резиночка И будем делать прибавления То есть 1-2 Приступаем Заводим крючок в первую петлю Сюда мы проплетаем Одну резиночку Просто проплетаем петельку Теперь в следующую заводим Петлю крючок И сюда мы проплетаем уже прибавления То есть сплетаем две резинки Плетем первую резиночку И в эту же петлю заводим крючок И проплетаем вторую резинку И так мы будем чередовать До конца ряда такое чередование В следующую петлю заводим крючок сюда мы проплетаем одну резиночку по схеме и теперь следующую петлю заводим крючок и сюда мы проплетаем две резиночки проплетаем первую резиночку и в эту же петлю заводим крючок и проплетаем вторую резинку в следующую петлю заводим крючок и продолжаем плести в эту петлю проплетаем одну резиночку в следующую петлю заводим крючок и сюда мы проплетаем уже две резиночки первую резиночку и в эту же петлю заводим крючок проплетаем вторую резинку следующую петлю предпоследнюю заводим крючок сюда мы проплетаем одну резиночку и в следующую последнюю петлю где у нас клипса мы проплетаем две резиночки делаем прибавление проплетаем первую резинку и вторую. Снимаем клипсу и вешаем ее на резинку, которая у нас на крючке. Теперь следующие два ряда, четвертый и пятый ряд, мы будем плести без прибавлений и убавлений. По 12 резиночек в каждом ряду. Давайте я вам покажу один ряд, как плетется четвертый и дальше вы будете плести следующий ряд сами. Так, заводим крючок в первую петлю и сюда мы проплетаем одну резиночку. Теперь крючок заводим в следующую петлю и также плетем одну резиночку. И таким образом мы плетем до конца ряда, то есть в каждую петлю по одной резиночке, как я уже говорил, без прибавлений и убавлений. Итак, давайте доплетаем так до конца ряда. Просто в каждую петельку по одной резиночке. И вот уже в последнюю петлю заводим крючок, там где у нас клипсочка, и сюда мы также вплетаем одну резиночку. Переодеваем клипсу на резиночку, которая у нас на крючке. И таким же образом, пожалуйста, сплетите еще один точно такой же ряд, проплетая в каждую петельку по одной резиночке. Вот я проплел пятый ряд без изменений и вот так вот у вас должно получиться. Далее плетем шестой ряд. Здесь мы проплетаем точно так же 12 резиночек без прибавлений и убавлений, только есть два нюанса. Мы сменяем цвет на оранжевый, на цвет туловища или не оранжевый, а тот цвет, который у вас есть, тот, который вы хотите. И будем плести за переднюю стенку петли, а не за обе. Давайте приступим. Смотрите, вводим крючок в первую петлю и мы должны ввести крючок так, чтобы зацепить только вот эту петельку, которая находится ближе к нам. Не под всю петлю заводим крючок, а заднюю мы оставляем в покое и заводим крючок только под переднюю вот эту вот полосочку. Берем первую резиночку и у нас идет смена цвета, поэтому делаем незатяжной узелок. Накидываем резиночку на крючок и проводим эту резинку через все резинки с крючка. Трой конец накидываем на крючок и крайнюю левую резиночку продеваем через крайнюю правую. И будем плести теперь этот ряд. В следующую петлю заводим крючок под переднюю стеночку вот эту. Берем следующую оранжевую резиночку и ее уже по обычному проплетаем. И таким образом мы будем плести весь ряд. Так, под следующую полупетлю заводим крючок переднюю и проплетаем резиночку. Теперь под следующую переднюю полустенку заводим крючок и проплетаем следующую четвертую резиночку. И так мы плетем резинки до конца ряда. Вот я проплел этот ряд и теперь нам надо наполнить наше туловище. Берем наполнитель, у меня синтепон, и частями наполняем нашу фигурку. Далее в следующем ряду уже будем убавлять наше туловище. Будем плести по схеме. Две резиночки проплетаем по обычному и делаем убавление. Так мы повторяем три раза до конца ряда. Давайте приступим. Заводим крючок в первую петлю. Смотрите, вот эта вот узенькая петелька, это не самая первая петля. Мы сюда не заводим крючок, а заводим под следующую. Сюда мы проплетаем одну резиночку. Теперь под следующую петлю заводим крючок. Мы, кстати, заводим уже под все стенки. Проплетаем вторую резиночку. Теперь будем делать убавление. Я делаю убавление так. Захватываю одну полустенку на одной петле, заднюю. Другую стенку полупетли на следующей петельке и их проплетаю вместе. Просто проплетаю. И так мы будем повторять до конца ряда. В следующую петлю заводим крючок. Сюда мы проплетаем одну резиночку. В следующую петлю заводим крючок. Также проплетаю одну резиночку. И делаю убавление. Завожу под одну полупетельку на одной петле, под другую полупетельку на другой петле. И эти две петельки проплетаю вместе. И еще один последний раз повторяем эту последовательность. Одна. Одна. Убавление. Так, вот мы доплели этот ряд. Клипсу мы снимаем. И она нам, в принципе, пока что больше не понадобится, потому что будем уже полностью сокращать. Приготовим оранжевые резиночки. И будем плести, пока полностью не сократим, по такой схеме. Одна и убавление. Давайте приступим. Заводим в петлю крючок, проплетаем одну резиночку. И дальше делаем убавление. Проплетаю две петельки вместе. Снова повторяю. Одна резиночка. И проплетаю две вместе. Делаю убавление. Одна. Убавление. И, наверное, уже последний раз повторяем. Одну резиночку проплетаем. И вот у нас тут осталось уже немножечко петелек. Но их я уже не буду полностью доплетать. Захватываю одну полустенку. И пропускаю одну петлю. И в следующую заложу крючок. И проплетаю их вместе. И делаю узелок. Смотрите. Продеваем эту петлю через все резинки с крючка. Второй конец накидываем на крючок. И крайнюю левую проводим через крайнюю правую. И затягиваем узел. Теперь смотрите. У нас такая заготовка получилась. Достаточно очень сильно торчит вот эта вот часть. Заложу крючок вот где-то отсюда. Через внутрь черепашки. Вывожу к этой резиночке. Захватываю ее и прячу. И вот потянуть за эту резиночку. И тут получается уходит такой бугорок. И продолжаю прятать эту резинку. И вот я ее спрятал. И сейчас будем оплетать наше туловище. И разложу две схемы. Два ряда по 12 резинок. Давайте посмотрим на наш панцирь. У нас вот. Мы специально оставляли вот такие вот полупетельки. Для того, чтобы их оплетать. Смотрите. Заводим крючок под любую такую полупетельку. На панцире. Можете на любую заводить. Не смотрите какая у меня. Именно чтобы была вот эта вот. Часть вот эта вот. Теперь будем оплетать. Берем первую резинку. И ее по обычному проплетаем. Теперь. Вот смотрите у меня здесь стык как раз. Просто вот завожу вот эту полупетлю. И проплетаю резиночку. Под следующую вот эту вот петельку. Завожу и проплетаю. И так мы будем проплетать полностью. Пока мы не проплетем до конца. Вот смотрите я доплел. И теперь мы заводим крючок под первую вот эту вот петельку. Которая у нас есть. И будем проплетать второй ряд. Просто будем в каждую петлю проплетать по одной резиночке. Вот проплетаю резиночку. Теперь в следующую петлю завожу крючок. И так же проплетаю одну резинку. В следующую завожу. Так же одну резиночку. И так мы проплетаем. Пока у нас не закончится вот эта вот схема резиночек. Пока мы не доплетем до конца этого ряда. Вот я проплел все резиночки. Теперь завожу крючок в следующую петлю. Беру резиночку. И делаю узелок. Проложу эту резинку через все резинки с крючка. И левую резинку продеваю через правую. Затягиваю узелок. Теперь смотрите, у нас вообще не видно оранжевую часть. Мы возьмем эту штучку и вот так вот вывернем. Вот такая красота у нас получилась. И теперь спрячем вот эту вот резиночку вовнутрь нашего панциря. И наш панцирь готов. Переходим к плетению головы. В первом ряду головы в кольцо Луми Гуруми будем проплетать 4 резиночки. Берем резиночку и накидываем ее в 3 оборота на столбик. Или если вы плетете кольцо на крючке, то накидывайте резиночку в 3 оборота на крючок. Вот перекрутил в 3 оборота. Завожу крючок под эту резиночку. Беру первую резинку и проплетаю ее. Продеваю через 3 оборота. Второй конец накидываю на крючок. И левую резинку провожу через правую. И ее вот так вот отодвигаю вправо. В кольцо завожу крючок. Беру вторую резинку. И ее точно так же проплетаю. Отодвигаю. Завожу крючок. Беру третью резиночку. Ее также проплетаю. Отодвигаю. Ой, у меня тут колечко снялось. Но ничего страшного. Добретем на крючке. Вот в это кольцо заводим крючок. Берем резиночку. И проплетаем ее. Так, все. У нас получилось 4 петельки в этом ряду. Берем нашу клипсочку. И накидываем ее на резинку, которая на крючке. Далее плетем второй ряд. Во втором ряду у нас будут 4 прибавления. То есть в каждую петлю будем плести по 2 резиночки. Заводим крючок под первую петлю. Берем первую резиночку. И проплетаем ее. И в эту же петлю заводим крючок, который уже заводили. И сюда проплетаем вторую резиночку. То есть делаем прибавление. Так мы плетем весь ряд. В следующую петлю проплетаем первую резиночку. И сюда же заводим крючок. И проплетаем вторую резиночку. В следующую петельку заводим крючок. Проплетаем первую резиночку. И сюда же заводим крючок. Проплетаем вторую резинку. В последнюю петельку завожу крючок. И сюда я также проплетаю первую резинку. И вторую. Теперь клипсу можем снять. Она нам не понадобится. Потому что будем делать уже убавление. Будем плести по схеме. Одна резиночка и убавление. Так мы повторяем до конца ряда. Заводим крючок в первую петлю. Берем резиночку. И проплетаем ее просто так. Теперь делаем убавление. Захватываю переднюю стенку на одной петле. Заднюю на другой. И проплетаю их вместе. И повторяю последовательность. Одна резиночка. Убавление. И в последний раз повторяю последовательность. Одна резинка. Убавление. Теперь завожу крючок под несколько петель оставшиеся. Беру резиночку последнюю. И накидываю ее. И провожу через все резинки. Второй конец накидываю на крючок. И крайнюю левую резинку продеваем через крайнюю правую. Затягиваем. И прячем эту резинку вовнутрь головы нашей черепашки. Все. Голову мы с вами сплели. И сейчас будем плести. Точнее присоединять голову к туловищу. Вот я уже приготовил туловище и голову. Заведем под несколько петелек наверху головы. Вот завел. И выберу место на туловище, куда я хочу прикреплять голову. И вот под верхнюю оранжевую петлю завожу вот так вот крючок. Под какую-нибудь петлю. Вот завел. Теперь возьму оранжевую резиночку. Накидываю ее на крючок. И продеваю ее через все резинки. И делаю узелок. Таким образом я вот немножечко соединил. И так мы будем соединять несколько раз, пока полностью не присоединим голову. Так. Теперь хочу под эту петлю вот завожу на туловище. Вот здесь. И на несколько петелек головы. Вот эти вот. Вот так. Беру резиночку и скрепляю вместе. Делаю узелок. Я думаю достаточно. Вот так вот получилось. Теперь прячу вот эти вот резинки. Теперь будем делать лапки и присоединять их к черепашке. Возьмем сразу 4 резиночки. И накинем их на крючок, перекрутив 3 оборота. Первый оборот. Второй. Третий. Теперь возьмем резиночку. Накидываем ее на крючок. И скидываем все эти резинки. Вот так вот. Я по частям захватываю и скидываю. Чтоб было проще. Так. Скинул. Теперь перенесу второй конец на палец. Посмотрю на черепашку. Куда я хочу примерно прикрепить. Вот где-то вот тут. Завожу на эту петельку возле головы. Вот здесь вот. Беру одну часть этой резинки с лапкой. Провожу ее второй конец. Накидываю на крючок. И крайнюю левую резинку провожу через крайнюю правую. И затягиваю узел. Первую лапку присоединили. И так мы будем делать все. Смотрите. Мы делаем лапки. И теперь прикрепляем сюда. Сюда и сюда. Еще раз я вам покажу, как сделать лапку. И присоединю ее. А следующие две вы сделаете сами. Берем четыре резинки. Перекручиваем их три оборота. Берем одну резиночку. Накидываю ее на крючок. И скидываю все резинки. По частям. Потому что их очень много. Скидываю второй конец резинки на палец. Беру черепашку. И теперь я где-то вот здесь вот буду прикреплять лапку. Вот здесь вот в петлю завожу крючок. Беру резиночку лапки. Провожу. Второй конец накидываю на крючок. И делаю узелок. Затягиваю. И вот я присоединил две лапки. Сделайте еще две лапки. Присоедините на эту сторону. Я присоединил лапки на двух сторонах. И теперь все эти резиночки мы спрячем вовнутрь черепашки. И вот так вот у меня получилось. Теперь сделаем глазки. Вначале я покажу как сделать глаза из резинок. Возьмем черную резиночку. Накидываем ее на крючок. Перекручиваем четыре оборота. Первый, второй, третий, четвертый. Теперь возьмем оранжевую резиночку. Накидываю ее на крючок. И скидываю вот эти четыре оборотика. Скинул. И сделайте таких глазок две штучки. Но я вам покажу как сделать глаза из бусин. Возьмите проволоку. Сложите ее вот так пополам. Берем резиночку. Ее вот так вот накидываем. Вот так вот. Проводим ее. И накидываем сюда. Складываем проволоку вот так вот пополам. Берем бусинку. И продеваем эти два конца через бусинку. И перетягиваем бусинку на резинку. Так, сделали один глазик. И так же сделаем второй. Я сделал глазки. И теперь их будем крепить к черепашке. Приложу глазик, где я примерно хочу видеть этот глаз. И вот завожу крючок в это место. Берем глаз, одну резиночку. Накидываем ее на крючок. Проводим. Второй конец накидываем на крючок. И делаем узелок. Проводим первую резинку через вторую. Так, первый глазик закрепил. Чуть попозже мы спрячем эту резиночку вовнутрь. И теперь присоединяем второй глазик. Точно так же. Выбираем место. Туда. Крючок продеваем. Берем резиночку. Продеваем. И делаем узел. И я закрепил два глазика. И теперь, пожалуйста, спрячьте вот эти вот кончики. И вот такие вот черепашки у меня получились. Если это видео вам понравилось и вы еще не поставили лайк, обязательно ставьте. Подписывайтесь на мой канал. Смотрите мои другие видео. Также предлагайте идеи в комментариях. Подписывайтесь на мой инстаграм. Ссылочка будет в описании. Также здесь название. А на этом я с вами прощаюсь. Всем удачи. Пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова